Продолжение следует... Не совсем так. Понимаете? Конечно, тезис марксовский, сильно мульгаризованный в Советском Союзе о классовой борьбе, а уж особенно товарищем Сталина об ее обострении по пути приближения к строению социализма, это, конечно, все ерунда. Но понимаете ли, жизнь устроена таким образом, что и отдельные люди, и группы, и этносы всегда конкурируют между собой. Эта конкуренция может принимать форму истребительной войны, может принимать форму некоего мягкого соперничества в культурных, или уж тем более экономических областях. Но существует всегда, вот когда мы были, наши предки, 50 тысяч лет назад, в каменном веке, то мы были каннибалы. И когда одно племя побеждало другое, а племя, это обычно было разросшийся род, 20-60 человек, это побежденных съедали. Потому что белковая пища – цена, добыть ее достаточно трудно, чего ж добру пропадать. Когда Мэл Гибсон снимал «Апокалипсис», и он так немного приукрашал, никаких ям с трупами не было, все съедалось. И вот это была война на истребление. А, скажем, у австралийских бушменов, там, где белые руки далеко не тянут, это и сейчас, там убивается каждый чужак, застегнутый случайно на территории, которую племя считает своим. Так что разговоры об этих, знаете ли, гуманных, простодушных дикарях – это все глупости, знаете ли, нового времени. Начиная с Руссо, с идиллической теории первопытной естественности и прочее. И это же самое имеет место и сейчас. То есть, если вы возьмете любого бизнесмена, работодателя, хозяина и любого наемного работника, то 99 из 100, не то что стоят на точке зрения, они просто знают, они по жизни знают, что хозяин неблагодарный с полочи, потому что денег он платит мало, если что-то делаешь хорошо, он не ценит, и он несправедлив и во многом некомпетенте. Но хозяин отлично знает, что его работник без денег, что ему сколько ни платил, он не в состоянии работать хорошо, ему и деньги не нужны, он не хочет работать, и он, хозяин, готов платить в пять раз больше, чтобы нанять, но нету никого. Вот это и есть конфликт интересов, потому что работник хотел бы ничего не делать и все иметь, а хозяин хотел бы, чтобы работники все делали, и при этом вообще не платить. Это некое идеальное стремление. Вот между ними устанавливается какое-то равновесие. Понимаете, по сравнению с расстрелами первых профсоюзов и статичников на рубеже 20 века, эти расстрелы были в Америке да со страшной же силой, когда Людшин Депс поднимал индустриальных рабочих мира, кровь очень много продувалась. И это было в Англии, это было во Франции, в Германии немцы дисциплинировали. Это было в гораздо меньшей степени. Вот это была классовая борьба. А у нас сейчас-то все носит достаточно мягкие формы. Мы же не можем называть гражданской войной, когда два молодых человека сломали друг другу носы, потому что им понравилась одна и та же девушка. Вот все они один народ, выживут в одном дворе. Маленькая гражданская война. Вы понимаете, морды напили. Так что у нас сейчас примерно вот это самое. Это не гражданская война, это конфликт интересов. Если гражданская война будет, не дай Бог. Да. Дмитрий Зависович, вот и сайт вашей индустрии, очень интересны ваши политические взгляды. Но для меня, прежде всего, удивительный писатель и удивительный художницей. И человек огромной души.